всем привет на связи манки немец сегодня поговорим простым языком о понятиях brutto и netto немецких зарплатах по многих комментариях меня просят рассказать какие виды зарплат есть германии какая сумма указывается в объявлениях как примерно понять сколько обещает зарплат и сколько реально на руки можно получить есть вопросы когда люди не совсем понимают как понять свою зарплату исходя из годовой давайте разберемся с основными составляющими в расчете зарплаты работая по трудовому договору доскональные расчеты вы сможете провести самостоятельно узнал детальную информацию а сейчас мы просто разберем основные понятия чтобы можно было примерно понять какая зарплата нам предлагается и какую зарплату плюс-минус в итоге мы получим в германии есть два термина характеризующие уровень зарплаты brutto и netto brutto по-немецки brutto gehalt это сумма которая будет начислена за вашу работу то есть грязная зарплата когда вы читаете объявления в них вы видите стоимость часа работы это и есть brutto напомню на сегодняшний момент на 2023 год минимальная зарплата в германии составляет 12 евро в час с нового 24 года минимальную зарплату немного подымут и она составит 12 евро 41 цент в час такую минимальную зарплату вы обязаны получать работая фольтсайт примерно по 40 часов в неделю если же вы видите зарплату в год то делить ее нужно на 12 месяцев они на 13 дополнительные зарплаты в виде премий равные месяцу считается отдельно и не принимают участие в общих расчетах то есть зп 36 тысяч евро в год это 3000 евро brutto в месяц ваша зарплата должна быть описана вашем трудовом договоре также в договоре может быть указана не зарплата в час а общая зарплата примеру 3000 евро за 40 часовую недельную работу это также brutto теперь пошли вычеты зарплаты первая часть вычета он называется социальным страхованием примерно 20 процентов соклада brutto идут на страхование на случай болезни и потребности в уходе пенсионное страхование и страхование по безработице это примерно 20 процентов от вашей зарплаты brutto столько же заплатит ваш работодатель за ваши социальные выпадки то есть в общей сложности с вашей зарплаты должно держаться около 40 процентов социальные отчисления но половину платите вы а половину ваш работодатель есть еще хитрющий налог налог на вероисповедание он составляет 89 процентов поэтому хорошо подумайте стоит ли указывать свое вероисповедание анкете при приеме на работу они оставаться для всех атеистов также со своей зарплаты brutto вы платите подоходный налог работодатель платит этот налог самостоятельно в налоговую инспекцию которая называется финансам вам лично ничего делать не нужно размер подоходного налога зависит от размера самого дохода и вашего налогового класса вычисляется он по многим показателям и вычисляется от суммы вашей запад которая облагается налогом то есть подоходный налог берется от вашей зарплаты минус не облагаемым налогом сумма и считается исходя из годовой зарплаты на 2023 год не облагаемая сумма налогом 10908 евро в год также подоходный налог зависит от наличия у вас детей у одиноких людей налог больше у людей семьей которые имеют детей налог получается меньше также чем большего зарплата тем больше подоходный налог вы заплатите оставшуюся сумму работодатель выплачивает вам на счет эта сумма называется зарплатой метта или чистой зарплаты кстати вашем трудовом договоре также должна указываться дата когда вам перечисляется зарплата вместе зарплатой вам выдадут расчет по зарплате за указанный период называется он гехальт обрехнул мне указано клад брутто все вычеты по налогам и социальному страхованию и в итоге указывается зарплата на это проверьте свою зарплатную ведомость не допущены ли там ошибки если вы знаете все свои показатели для расчета зарплаты вы можете рассчитать ее точную сумму на этом сайте ссылочку оставлю для вас в описании к видео если у вас возникли вопросы по трудовому законодательству или проблемы с вашим шефом или нужна помощь по взаимодействию с агентами по работе job-центром и так далее вы можете обратиться в службу поддержки которая называется ferry integration она имеет офисы по всей германии и что самое интересное у них есть русскоговорящие сотрудники которые смогут вам помочь в вопросах трудоустройства и трудовым взаимоотношениям на понятном вам языке ссылочку на сайт который также имеет русскоязычную версию оставляю также в описании к этому видео вот и вся информация по зарплатам на сегодня теперь смело можно ориентироваться в предложениях от работодателей кому видео было полезным как всегда давайте в лайкнем и напишем какой-нибудь комментарий не переключайтесь и Продолжение следует...